Все-таки кому оно? Или такой вертикаль прямо с УБА на Киев и все? Без подчинения областного? Мы работники тороделов. Мы пишем все материалы, передаем в тороделы. Тороделы скидывают на область, а область скидывают на Киев. Ну то есть областная рада тоже как-то влияет. Областная рада или областная администрация? Администрация. Администрация, если все. Ну по-любому, да. Как они себе это представляют на всю Одесскую область, 33 инспектора? Всего? А сейчас сколько? Всего по Украине 1700, до 2000. Ну а в Одесской области? В Одесской области, точно не знаю. Ну там, ну пускай до 200. Ну а вот здесь, на Днестрине, честно, вы знаете всех, кто по рыбинспекции? По рыбинспекции вот нас тут на участке три инспектора. Например, моя территория обслуживания начинается Кучурганский лиман. То есть, можно сказать, с Раздельянского района. Я понял, понял, почему не у тебя. И пошли сюда полностью Кучурганский лиман до границы с ПМР. Пошли речка Турунчук в Верховье до границы с ПМР. Спускаемся вниз. Там другой инспектор, Ясовский участок. Ясовский участок, то есть от Верхней Стрелки, можно так сказать, с Днестра и до самого лимана, двухкилометровая зона, потом Карагольска-Затока до Видеополя, до Красной Косы. Вот это мой участок. Как вы думаете, я сам на этом участке? Почему вы у него это сделали? Ничего, абсолютно. Без даже помощи. Не, ну что-то можете сделать, но очень немного для такого участка. Ну, поверьте мне, у меня показатели очень хорошие. Его людей, то есть, бороться с ними, с национальным парком. То есть, была информация, что они там кидают в сети в 3-й десятке. По сообщению по Гранслужбе, мы прибыли на место, как бы, угол лимана, там коса такая, прибыли туда. Пограничники сзади нас приехали, выстрел с ракетницы. А ну быстро, сюда, мы вас сейчас, типа, будем принимать. Буквально 2-3-5 минут, человек 40, 5 машин. Приезжает, у нас была всего одна машина, вот этот джип, вот стоит китайский. И еще один сотрудник был на Мерседес Вита по грузовой. Что они сделали? Одного инспектора взяли 3 человека, двое за руки, один за ноги. И голову туда. Это когда было? Это было где-то сентябрь, вот это вот конец лета, сентябрь, вот так вот. Его начали топить. Он в последних инвульсиях вырвался от них. И побежал уже по воде, говорит, святой. В таком случае. Ну, когда нас окружили эти чувы, ну, браконьеры, то есть нам некуда было деваться. Так как у нас забрали табельное оружие, нам не дают его. Пока, видать, или переведут в патруль, либо как там. Ну, вот сейчас переломный момент в рабинспекции. Короче, мы еле оттуда ушли. Два инспектора чуть не утопили, кинули в болото. Мы уже кричим, оставьте дедушку, не трогайте. Он все равно умрет через 5-10 лет. Хорошо, а кто вам, извините, а кто вам дал информацию, что это Русево люди? Пограничники. Пограничники вам сказали именно пограничники, что это люди Русево. И что вот это все Русево, да? Да. То есть пограничники сразу с калашами попрыгали в машину и уехали. Буквально они увидели, они же местные, там увидели. А мы не местные, что я живу вообще там. А там с сетями были, да? Ну, могу вам сказать, что это большая провокация. 4 или 5 человек было в воде. Да, это крупная провокация. То есть вот эти вот все люди, которые пришли с вами бороться. С сетями там браконьеры другие. Да, это совсем другие люди, которые борются с Русево. Которые борются с Русево. И летели просто без света. Вас просто натравили. Нам в оконцовке, так и не рассказал. В оконцовке, чтобы я не знал. А эти браконьеры, которые развели. Мерседес света. Побили все стекла, порезали скаты. Каждый там поворотник, стоп, габариты. Все разбили. И перевернули. То есть узнали у нас. Есть один инспектор, который работал в оперативной группе. И узнал. Я видел тоже этих браконьеров. И согласно этому вызвали полицию. Вызвали этого человека. И собрали их шайку обратно в кучу. Завели уголовное дело. Как нападение на правоохранительные органы. Да, да, да. Не, но тоже не сотрудники были на СПАРК. А именно браконьеры. Я думаю, что это была провокация. Да, знаете, что мне хотелось бы довести до вас. Что это к Русево не имеет никакого отношения. Это была чистая провокация. Русев и вот группа, я там, вот Саша, еще большая группа. Мы сами выезжали туда и сами боролись. Такой же ситуации почти как вы. Такой же были ситуации, как и вы, да. То есть это была провокация. И с именем Русево это никак не ссоциировалось туда. Хорошо, что мне повезло. Знаете, мы ехали. Это было жарко еще. А, да, жарко было. Я был в шортах и в футболке. И как бы, а пацаны мои все переоделись в форму пятнистую. Пятнистые, майки, полки, штаны пятнистые. Камуфляжные. Да, камуфляж. Как-то я вот в такой ситуации, я не знаю. Ну, можно сказать, пропитал. И они приняли меня за своего, потому что их было много людей. И они не знали где кто, но определяли кто в пятнистой форме, в камуфляже, либо в гражданской одежде. То есть, такой, как бы я пытался уже там, кто-то один начинает, давай драться там, давай один на один, кто со мной. Отводил в сторону, проводили беседу, как бы такое. Ну, давили на психологию. Говорю, ну, давай выйди, давай со мной один, ты легче станешь. Вентиля, да, они называются? Вентиля или как оно называется, ставят вот эту штуку? Сетки, сетки. Там не вентилятор, там все серьезно играют. Вентиля это...